Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Знакомимся с Западной Арменией Артануч. Обеспечить свободное передвижение лиц, нуждающихся в медицинской помощи, средствах существования, оставшись без крова, решение Европейского суда по Берзорскому коридору. В польском городе Забже установят памятник в честь армянской церкви и общины. Новые детские сады Ахакалакского района откроются в январе 2023 года. Какую судьбу оставил Киссинджер России в новом мировом порядке? Сегодня день рождения выдающегося сына Западной Армении Ховсепа Карша. Армянские музыкальные инструменты – шви. Город Артануч в Западной Армении упоминается в нескольких вариантах. Артануч – Артануш. Турки переименовали его и теперь называют Адакале. Согласно легенде, здесь похоронена дочь царя Артануш или Вартануш, честь которой назван город. В первоисточниках и официальных документах упоминается обычная деревня и иногда как город. Находится на левом краю реки Артануш правого притока Чороха в 22 километрах к юго-востоку от Ардвина. В средние века крепость Артануш была известна своей стойкостью. Во второй половине XIX века она превратилась в руины. В Артанудже было две церкви, одна из которых старая и разрушенная XIX века, другая действующая, построенная в 1836 году. В первой половине XIX века в Артанудже было небольшое армянское училище. В 70-х годах того же века открылось второе, а уже в начале XX века – третье училище города. Артанудж экспортировал отборное вино, которое пользовалось большой популярностью на различных рынках. Основными занятиями населения были разобразные ремесла. В древности Артанудж входил в состав провинции Карджик, одним из миров у Великой Армении – Гугарг, и считался ее центром. Артанудж был малочисленным городом. В конце XIX века насчитывалось тысячи жителей, 960 из которых армяне, остальные 40 – турки. В 1907 году – 1214 жителей, в очередь часть которой – армяне. Армянское население в годы геноцида было депортировано в разные страны. В годы геноцида армяне ради спасения были вынуждены эмигрировать в различные страны, их имущество было присвоено оккупантами. 21 декабря Европейский суд изучил представленное правительством Армении требования о применении промежуточных мер в отношении Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Офиса представителя Армении по международно-правовым вопросам. Отметив, что на данный момент под вопросом наличия контроля со стороны Азербайджана над Бердзорским коридором, а также с учетом обязательств, взятых Азербайджаном по пункту 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в частности гарантировать безопасность транспортных средств и груза лиц, перемещающихся по Бердзорскому коридору в двустороннем направлении транспортных средств и груза. Напомнив об обязательствах, взятых по Европейской конвенции, Европейский суд решил на основании 39 правила регламента суда обязать Азербайджан предпринять все необходимые меры для обеспечения по Бердзорскому коридору перемещения тяжелобольных лиц, нуждающихся в медицинской помощи в Армении, а также безопасное передвижение лиц, оставшихся в пути без крова или нуждающихся в средствах к существованию. Напомним, что Армения 15, 16, 20 и 21 декабря представила в Европейский суд требования о применении промежуточной мероприятий, и представила дополнительную информацию с просьбой применить промежуточную меру в отношении Азербайджана, говорится в сообщении. Напомним, что Западная Армения представила в Европейский суд несколько заявлений армян-шуши. Городской совет Забжея в Польше единогласно принял решение об установке памятника, посвященного 655-летию основания епархии посольской армянской апостольской церкви и многовековому присутствию армянской общины в Польше. На заседании городского совета присутствовал автор и инициатор программы «Почетный конкурс Республики Армении» в Забже Ряча Бояджан, который представил необходимость установки памятника. Армянская община Польши была сформирована в основном на территории Западной Армении после геноцида, осуществленного Османской Турцией. Армяне-беженцы, поселившиеся в Польше, были христиане, которые начали распространять свою культуру и нравы, внося большой вклад в развитие польской социально-культурной жизни. В январе будущего года после новогодних праздников два новых детсада Ахакалакского района в селах Кумурдо и Гугашен начнут свою работу, а также третий отремонтированный детский сад возобновит работу. Работы закончены, из-за проблем с электричеством в этом году детские сады не откроются. 16 января они начнут работать, сообщила директор объединения детсадов Ахакалакского муниципалитета Анаит Асатурян. Западная Армения положительно оценивает подобные темпы строительства в армянских населенных пунктах. Развитие инфраструктур поможет армянам остаться на своей земле и созидать там. Генри Киссинджер, занимавший в 1970-х годах ключевые должности помощника президента США по национальной безопасности и госсекретаря, лично общавшийся с главами многих государств мира, включая президента России Владимира Путина, является признанным специалистом. В закулисных интригах всегда в поле зрения экспертного сообщества. Его суждения, даже воспоминания, носят политический характер. Киссинджер заметно активизировался на информационном поле, выступая с различными интервью и публикациями в западных изданиях. Полную статью читайте на нашем сайте. Офсеп Коршан родился в городе Мардин, Западная Армения. Во время геноцида, совершенного против армян, ему было 14 лет. Семья подверглась преследованием, сестра умерла от голода. В 1922 году семью бежали в Алеппо. Скоро родители отправили Юсуфа в Канаду к дяде Нагашу. Там Коршан получил образование и работал в студии Нагаша. Затем в Постоне три года учился у известного фотографа того же времени Джона Гаро. Спустя четыре года вернулся в Канаду и создал собственную студию в центре Оттавы. Вскоре его работы оценили множество знаменитостей, и он стал еще более известен после того, как сфотографировал Уинстона Черчилля во время его визита в Оттаву. Несколько университетов США и Канады присвоили ему степень доктора искусствоведения и юриспруденции. В 1976 году был удостоен высшего офицерского звания первой степени и рыцаря Канады в 1990 году. Работа Карша также выставлена в Нью-Йоркском метрополитене, Музее современного искусства, Музее Сент-Луиса, Национальной галереи Канады и прочих местах. В 1999 году Карш был признан одним из 100 лучших фотографов-портретистов XX века. Скончался 13 июля 2002 года в Бостоне, был похоронен в Оттаве. Западная Армения с гордостью вспоминает великого армянина, который, спасшись от геноцида, совершенного против коронавирусных народов, в Западной Армении стал всемирно известным армянином. Один из древних армянских музыкальных инструментов шви – это инструмент, принадлежащий к семейству флейт. Считается языковым, духовым, языкальным инструментом. Название происходит от корня слова шви, известен с несопамятных времен. Шви бывает двух типов – цельный и разборный. В отличие от полного шви, разборный шви имеет возможность менять интонацию. Изготовлен из натурального дерева, в основном из априкосового или тростника. В среднем шви имеет длину 30 сантиметров, диаметр в среднем – полтора сантиметра. Несмотря на то, что шви относится к национальным инструментам, он является многожанровым. На шви играют как национальные, так и классические произведения. Самым известным написанным произведением для шви является концерт для швей Хачатура Аветисяна. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. КОНЕЦ Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!